Научат готовить и школьников, и пенсионеров. В Сургутском политехническом колледже профессию повара могут получить учащиеся 9-11 классов, а также предпенсионеры и пенсионеры. Основы поварского дела открыты для всех. Наш корреспондент Екатерина Нефедова заглянула на кухню, узнала планы и перспективы разновозрастных студентов. Рафаэлю Каримову всего 15 лет, а с ножом уже обращается почти профессионально. Приготовить фруктовый салат для парня легко и просто, а главное, интересно. Как признается сам Рафаэль, на кухне он чувствует себя комфортнее, чем в классе. Я, когда был в школе, нам сказали, что есть колледж, который принимает школьников и могут выбрать профессию, на которой могут учиться уже сразу. Ну, я согласился и решил пойти на повара. Планирую для начала найти работу на повара, буду отрабатывать потом. Надеюсь сделать какой-то этот ресторанный бизнес. Планы у Рафаэля вполне осуществимые. Всего пара месяцев обучения и школьники уже готовят супы, котлеты, отбивные, жульен, капкейки. А самое главное, работают в соответствии с санпинами и технологической картой. По заверению профессиональных поваров, 15 лет – идеальный возраст, чтобы научиться готовить. В этом возрасте, да, можно определить талант у ребёнка. Многие уже готовые, потому что дома у них они готовятся, готовят сами дети. Вот, например, у меня Зара есть, Олег есть, вот Рафаэль. Сами вот они, девочки, мальчики, тихо готовят, готовят. И у них помогают они даже другим. Обучение у подростков закончится в начале декабря. Они получат корочки, повар третьего разряда. Приличный профессиональный старт для школьника. Они могут работать поварами сейчас, потому что есть программы. В 14 лет они могут устроиться на работу. И могут они в пекарне, в столовой, в кафе. Можно подрабатывать. Могут они сделать. И даже после 9 класса они могут сюда прийти на обучение на повара-кондитера тоже так же. После 9 класса. Некоторые в 11 классе дети учатся. Тоже они, некоторые хотят тоже так же идти на повара-кондитера. Их заинтересовала вот эта профессия. На кондитера в Сургутском политехническом колледже учатся и взрослые югорчане. Программа содействия занятости является одной из самых востребованных. Татьяна Ященко – пенсионерка, но не собирается сидеть без дела. В получаемой профессии видит большую перспективу не только для членов семьи, которых сможет угостить вкусняшками, но и для себя. У нас есть коммерческая недвижимость. Поэтому у меня есть такая, так скажем, задумка сделать. Там что-то типа кафетерия. И в этот кафетерий, естественно, используются пирожники. Все, чтобы человек мог прийти, попить кофе, чай кому как. И чисто отдохнуть. Но для того, чтобы контролировать свой бизнес, нужно его знать. Поэтому при наеме, например, если буду нанимать кондитера, я должна, как профессионал, знать, правильно они делают это или неправильно. Для этого нужно самой все знать. Сургутский политехнический колледж плотно сотрудничает с работодателями. Следит за тенденциями в сладкой кулинарии. Чтобы их выпускники умели готовить не только стандартные Наполеон или пирожные корзинки, а современные бента-тортики, муссовые десерты и популярные шоколадные конфеты. Мы даем базу. Я учу именно по процессам приготовления. То есть любая кондитерская отрасль делается на определенные полуфабрикаты, на определенные вещи. Я даю базу и я объясняю, как можно сделать тот или иной полуфабрикат в определенных условиях. В любых условиях, скажем так. Они могут, опираясь на эти процессы, уже что-то разработать, заменить один базу на другой, добавить что-то еще, они могут делать что-то, потому что будут понимать, как это делать. Стоит отметить, что повар только одна из программ обучения Сургутского политехнического колледжа. Школьников тут также обучают на профессии лаборанты химического анализа, мастер маникюра, младшая медицинская сестра по уходу за больными и многому другому. Содействие занятости предлагают взрослым югорчанам на выбор 18 программ обучения. Екатерина Нефедова, Игорь Батищев, телерадио компания «Югра», Сургут.